Ее жизнь висела на волоске, каждая минута могла стать последней, но человек с большим сердцем и недюжиной выносливостью оказался рядом. Эта вопиющая история произошла в поселке Подун, недалеко от города Братска. Школьник Иван Майоров как обычно возвращался домой от друга и решил срезать путь, пройдя через ЖД пути. Он делал это не первый раз, но в конце марта его внимание привлекла картонная коробка. 99% прошли бы мимо, только не Иван. В коробке без движения, свернувшись клубком, лежала собака. Ивану показалось, что она не дышит. Но присмотревшись повнимательней, он понял, что она жива. Как ее зовут, как она оказалась в коробке уж, до путей, и кто так поступил с ней, решать было некогда. Тогда парень набрал в телефоне адрес ближайшей ветклиники, а в Подуне она оказалась одна, и понес беднягу на руках за пять километров. Сам Иван рассказал местным СМИ. Думал, что мертвая. Смотрю дрожит. Аккуратно поднял ее и понес до ближайшей ветклиники. Пришлось останавливаться несколько раз, чтобы передохнуть. Она была тяжелая. Километр за километром парень нес коробку с собакой, которую волонтеры назвали Феней. За это время Феня ни разу не очнулась, потому что была в коме. По прибытии в клинику, ветеринары направили хвостатую пациентку в реанимацию центра льготной стерилизации, так как у них не было подходящего оборудования. Иван на собственные средства доставил Феню к специалистам, которые приступили к борьбе за ее жизнь. Стремление к жизни, продемонстрированное Феней, поразит каждого. То, что она перенесла дорогу чуда, заявили специалисты. У Фени было множество травм, от повреждения черепа и глазниц до нарушения целостности конечностей. Ее состояние, говорило о том, что кто-то ее избивал. Ветеринары приняли все возможные меры по стабилизации состояния хвостатой пациентки, нормализовали внутричерепное давление, обработали раны, зафиксировали переломы. Спустя два дня Феня смогла самостоятельно попить, поесть. Сейчас собака находится в доме у Ивана, ее окружили вниманием и заботой. Но, по словам хирурга, лечившего Феню, неврологические патологии, связанные с повреждением черепа, требуют длительной реабилитации, а часть рефлексов может никогда не восстановиться. На сегодняшний день собака откликается на ласку, она уже успела подружиться с карликовым пинчером Ричардом, живущим в доме семьи Ивана Майорова. К слову, он тоже был когда-то спасен. Неизвестные привязали его совсем крохой к безлюдным гаражам, оставив на произвол судьбы. Но и тогда Майоровы оказались рядом. С каждым днем наблюдается положительная динамика восстановления. И даже если физические увечья заживут, неизвестно, через сколько времени Феня сможет довериться людям. В доме, где она находится, уверены, что любви хватит на всех и бедняга скоро полностью придет в себя. На операцию были потрачены значительные средства. Теперь большие суммы уходят на лечение. Чтобы закрыть долг перед клиникой, Майорова вложили собственные деньги, им помогали волонтеры, друзья Ивана, но этого оказалось недостаточно. Семья просит помощи среди горожан, а мы попросим помощи у вас, уважаемые подписчики. Иван больше не хочет видеть страданий Фени, а для этого ей нужны лекарства. Пожертвовать можно от вторых рублей. Если мы сможем помочь семье с лечением Фени, то обязательно возьмем интервью у Ивана и покажем, как чувствует себя собачка по прошествии времени. Собираясь вместе у лежанки Фени, друзья и родственники парня, недоумевают, откуда столько жестокости в действиях людей, к тем, кто не может постоять за себя. Но этот извечный вопрос, наверное, никогда не получит ответа. Каждый может немного изменить ситуацию, относясь внимательно к братьям нашим меньшим, когда они просят о помощи. Иван пока не определился с будущей профессией, это ему предстоит сделать через год. По его словам, каждый подобный случай приближает его к решению в будущем стать ветеринаром. Спасибо за просмотр. Если вам понравился видеоролик, то подпишитесь на наш канал, а также поделитесь этим видеороликом со своими друзьями и знакомыми.